Общественный транспорт бьет все рекорды. В первый месяц года аварии с участием автобусов случались почти в два раза чаще, чем в январе 2016-го. В 2017 году, за январь месяц, у нас произошло 13 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, в которых пострадалось 19 пассажиров. За аналогичный период, январь 2016-го года, у нас произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 17 пассажиров. Всем известны манеры езды многих водителей маршруток. Светофор для них всегда разрешающий. Разметки не существует, а перестроение бесповоротников вообще коронный маневр. Потому негативная статистика никого не удивляет. Но бывает, что автобус небезопасен для пассажиров еще до выхода на маршрут. Такие перевозчики на этот раз попали в поле зрения инспекторов ГИБДД. Осуществляется контроль за соблюдением действующего законодательства водителями автобусов, а также должностных лиц, осуществляющих выпуск на линию транспортных средств. На этих перевозчиков жалуются люди. Претензии именно к техническому состоянию автобусов. Пять часов утра – начало трудового дня общественного транспорта. Проверить машины на предмет неисправности сотрудники ГИБДД решили прямо на выезде с территории предприятия. Чтобы водители не смогли оправдаться тем, что поломка произошла уже в процессе работы. У этого автобуса неисправны световые приборы. Номер не подсвечивается, стоп-сигналы не работают. И с этим джентльменским набором, вооружившись карточкой с отметкой механика, водитель отправился на маршрут. Теперь на линию он уже не выйдет. По крайней мере, пока не устранит неполадки. Внешние световые приборы должны работать в установленном режиме. Соответственно, водитель должен, тем более, выпуск на линию осуществляется в районе 5-6 утра. И на дороге еще темно. И он должен видеть пешеходов, другие автомобили, дорожные знаки и соблюдать их. Бывает и такое, что неисправен не автобус, а его водитель. В руки инспекторов иногда попадаются перевозчики с признаками алкогольного опьянения. В карточке при этом значится, что перед выездом водителя осматривал врач. В ходе этого рейда перевозчиков под мухой не поймано. И то хорошо. Однако сломанные автобусы на маршрут выходят. Это факт доказанный. Все неисправности, которые выявили инспекторы, в первую очередь вина механика, который выпустил на линию транспортные средства с поломками. Его, как и водителей, за это оштрафуют. Владельцу же предприятия выпишут представление. Это, как говорится, последнее китайское предупреждение. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново. Продолжение следует...